Здравствуйте подписчики моего канала. Это продолжение видео как сделать тигель своими руками, а также муфильная печь и последние два видеоролика золото из компьютера. В этом видео я решил сделать графитовый тигель как и обещал купил графитовую болванку такую вот один килограмм графита взял если верить продавцу то этот мартиновских печей стержень как он сказал но я попробовал кусочек отрезал что он это держится прекрасно температуру держит до бела в общем вырежу тигель маленький такой миниатюрный для ювелирных дел и мы расплавим тот полученный осадок из моего последнего видео золото из компьютера 2 расплавим серебро и расплавим осадок золотом а в этом видео я буду изготавливать тигель из этого куска получится наверное два тигля один будет в виде пиалы такой чаши то есть с выемкой можно будет использовать под газовую горелку а другой сделаю примерно вот такой длины чуть только меньше из чистого графита прошлые ошибки свои учел в общем то материалы обычные не выдерживают температуру плавятся видите сейчас я разобью этот тигель там вообще снизу должна быть медь прошлый раз я вытаскивал думал это медь кусочки пинцетом но это скорее всего было не медь это я выяснил это был сти это было стекло кварц расплавившийся кварц сейчас его разобью и посмотрим не должна быть снизу чисто для интереса все таки ну да вот она эта медь кстати вот она эта медь не знаю видно красноватая но она какая-то вся спекшаяся с кварцем смешалась стала как каша и подобию нет она вся посмешивалась прямо слилась с этим кирпичом шамотным в общем тут ничего не понятно не но этот тигель в принципе который я делал в своем первом видео если кому интересно запросто можно применять для газовой горелки я при его изготовлении не учел тот факт что тигель сам весь будет нагреваться то есть медь имеет температуру тысячу там 80 чем-то градусов а печь надо разжечь до 1100 градусов при такой температуре тигель начинает сам плавится поэтому лучше использовать цельный металл то есть графит так и вот проволока ту проволоку которая килограмм покупал из нержавейки я намотал спирали тут у меня девять штук и плюс еще две испорченных было те которые я ставил и того получается 13 штук так нет здесь 9 11 штук получается да извиняюсь течение часа их намотал то есть очень быстро тем методом который я показывал в том видео как сделать тигель своими руками так ну ладно все в общем то а сейчас приступаем к изготовлению графитового тигля сделаем ювелирный тигель и в следующем видео расплавим тот осадок золотом ладно так установил графитовую болванку начну сейчас ее вырезать внутренний диаметр тигля сделаю 3 сантиметра в ширину сделаю сверло самодельно из такого вот напильника потом покажу сейчас перво начну вырезать обычным сверлом наружный диаметр будет у тигля пять с половиной сантиметра 55 миллиметров ну и в длину он где-то будет тоже 5 сантиметров всего лишь и сделаю такую шляпку 7 сантиметров для подхвата как вот здесь вот выступает верхняя а внутренний диаметр как я сказал то есть вот это диаметр пять с половиной сантиметра ну и дно будет самое главное идти полукруглое как я и хотел сейчас я его сделаю начну точить а дальше уже по ходу покажу что получается а 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 так ну точить начал сейчас немного расточу а дальше покажу уже так немного торценул теперь начинаем сверлить вставляем сверло сперва таким пройду а затем уже сделаю точный диаметр какой мне надо вставляем графит точится легко без проблем очень мягко точится ну вот нормально пошло так я сверлом просверлил на нужную мне глубину а сейчас сделаю так называемое самодельное сверло как говорил ничего особо делать не надо вот этот хвостик просто закруглю немного вот так отрежу это мне не нужный напильник и заточу там покажу как заточу так как графит очень мягкий потом быстренько легко просверлил это дальше будет в ширину вот этого напильника диаметр то есть три сантиметра в ширину и в глубину но и сделаю полукруглую такую вот деталь сейчас как сверло чтобы дно сразу вырезалась полукруглым так сейчас это сделаю и продолжу сделал такое вот сверло заточил его из того напильник подрезал ставил трубку такую чтобы зажать чтоб она круглая была в патрон ну и сейчас вырежу нужный мне диаметр потом покажу все вырезал самодельное сверло справилась легко в течение какой-то минуты я вырезал этот проем дно получилось полукруглым таким сейчас начну обрабатывать снаружи так все вырезал вот какой тигель получился внутри все гладенько отшлифовал сейчас наружу тоже все отшлифую и отрежу нужную мне длину примерно вот по этой вот черточки при помощи вот такой вот готовки обычный графит режется легко точился вообще без проблем течение часа наверное все это вырезал сейчас все это доделаю покажу уже что получилось я все сделал прошло еще несколько минут отрезал его от основной болванки отшлифовал видите весь гладенький дно как и хотел полукруглая толщина стенок не меньше сантиметра и я подозреваю что этот тигель будет намного качественнее чем который я покупал в магазине этот порошкообразный то есть какой-то искусственный графит этот я не знаю какой графит может тоже искусственный может просто крупнозернистый но это от мартеновских печей а там температура сами понимаете какая огромная стержень на вольтовую дугу который идет но он мне так сказал продавец если тогда если это правда тогда этот графит конечно намного качественнее чем тот но такой вот тигель получился много денег он у меня не занял кроме той болванки что я купил то есть эту я болванку купил она мне обошлась в два раза дешевле чем вот этот тигель который готовый покупал и еще сейчас делаю из остатков такую полукруглую чашу графитовую который можно будет плавить газовой горелкой в общем осадок хоть серебро хочу разумеется в таком тигеле можно будет расплавить хоть что даже платину так как графит очень жаростойко хоть палладий хоть золото но в общем все сделал очень аккуратно поэтому иметь дома токарный станок даже такой самодельный разумеется это плюс потому что если бы я ходил к токарю пришлось бы наверное больше заплатить токарю чем стоит эта сама болванка ну ладно сделаю сейчас эту чашу а потом уже покажу я все сделал вот такой дополнительно тигель получился в виде чаши графитовой в ней можно плавить при помощи вот такой газовой горелки китайской или газовой сварки обычной тигель жаростойкий можно будет расплавить палладий даже платину можно будет плавить если будет желание и возможность так и вот такой вот мой основной графитовый тигель тоже с полуовальным дном следующий раз в нем расплавим тот золотой мой осадок из золота из компьютера 2 который мы выработали испытаю его сперва на меди так-то я уже испытывал на жаропрочность этот графит оказался такой жаростой все сделал вот и только сейчас переделаю муфельную печь но это показывать не буду под пазы вот эти вот проволоку я сам наматываю теперь не покупаю та была покупная уже это пошире чтобы ее не спрессовывать каждый раз я просто сделаю то же самое только пазы пошире сделаю и все так ну и все это я показывать не буду как я сказал уже покажу когда будем испытывать на меди чуть-чуть расплавим медь в этом видео а уже в следующем будем плавить золото ну и серебро постараюсь расплавить там у меня еще продолжает выпадать хлориц серебра еще наверное будет неделю выпадать ну и все это заводской тигель а это мои собственные так я все сделал на все про все ушло пару дней сделал более вот такие вот широкие пазы было 5 теперь 4 проволока более толстая поэтому я не стал делать слишком густо их на этот раз и к тому же между ними стеночки более такие а рычки тоже вот эти вот столбы стали толще потому что они все-таки тоже нагреваются я заметил в последнем моем плавлении меди у меня там один арычок наполовину расплавился даже от такой температуры поэтому на этот раз немного качественней ну и самое главное теперь очень удобно вставлять эту проволоку на все про все уходит всего минут пять на каждую то есть за 10-15 минут я и устанавливаю тогда у меня уходило часа два ее надо было спрессовать немного потому что рычки были уже потом засунуть все это было очень неудобно делать потом что самое главное проволока ложилась как попало и в некоторых местах она просто перегорала моментально это я испытывал вне съемок пару раз и у меня были такие проблемы так ладно сейчас с имитируем плавку меди я вот засунул ее также немножко взял совсем чуть-чуть где-то грамм 5 будем считать что это золото вместе с фильтром то есть это с бумагой почему с бумагой потому что я уже говорил не буду повторять потому что осадок лучше всего поймать именно на нем поэтому если я буду допустим газовой горелкой плавить как я показывал может разлететься там большая потеря идет а тут в принципе мне самое главное убедиться что он расплавился и я его отсюда наверное выливать не буду прямо здесь оставлю графиту металл принципе не пристает потом его достану пинцетом и посмотрим что получится будем доставать и засовывать при помощи вот таких вот самодельных щипцов если их так можно назвать можно тигель аккуратно будет раз взять вытащил туда поставил потому что я не стал на этот раз на тигель наваривать всякие там металлические приспособления вот такой как он есть такой будет чтобы удобно было это все контролировать то есть достал сюда если надо будет можно будет в принципе вылить сделал еще дополнительный такой держатель для него ладно закидываю его в печь и начинаем плавить самодельный тигель установил включаем муфельную печь включаем ее на 3 минуты через три минуты отключаем на 20 секунд смотрим что там у нас уже происходит и снова включаем на 3 минуты и так периодически будем делать потому что сейчас разогрев будет идти бесконтрольный поэтому надо немного быть так не сильно спешить и может даже это еще и альтернатива три минуты прошло я печь отключил заглянем посмотрим так ну разогрев начинается только включаем снова и еще тигель не красный отключаем смотрим вот это уже на шестой минуте смотрим что у нас на девятой минуте греет слишком быстро теперь наверное буду каждые две минуты отключать периодически видите как уже разогрелся принципе уже там уже даже иметь расплавилась греет он сильно вообще помешаю слегка смотрю нет еще не расплавилась но скоро чуть-чуть осталось так ладно включаем прошли еще две минуты смотрим температура возросла намного так ну еще две минуты все уже вон начинает начинает здорово тигель вообще молодцом держится вон ему пофигу так прошли еще четыре минуты выключаем я уже периодически один раз отключал ее смотрел так пусть сейчас побудет так еще там наверное полминуты и сейчас ее достанем все уже расплавилась я уже помешал ее посмотрел то есть аккуратно когда в маленьких объемах плавить очень аккуратно видеть как кстати тигель прекрасно сработал то есть скопился в капельку как я и рассчитывал прошло примерно общее где-то минут 14 15 16 может максимум плюс-минус с этими отключениями включениями то есть очень маленький период практически и ничего не прошло только начал уже закончил так сейчас мы вытаскиваем пусть остывает все прекрасно вообще тигель вообще он держится хоть бы что ему было достаем аккуратно крышку накрываем сюда спираль держится нормально там покажу так это показано убираем части гель остынет и я достану этот слиточек который получился весь шлак бумага сверху вот она медь так она еще очень горячая видите красная это шлак сверху сейчас кидаем я просто азотную кислоту на чуть-чуть этот шлак весь отпадет это просто тренировка такая золотом я еще наверно прогрею несколько минут это минуты может быть три дополнительно чтобы все расплавилась вообще там так ну он уже медь начала появляться этот шлак отпадет тоже весь там и бумага же было все сами знаете я кислоту развел специально поменьше сделал не такую сильно чтобы она просто не сильно была крепкая так но видно вот это пока судала на покладу вот она это медь сейчас его почищу руками покажу вон она красная так я почистил этот кусочек меди стал таким теперь более светлым видно что это медь красная вот вот такой кусочек маленький получился сымитировал плавление золото моя теория оказалась верной насчет того что к тигле он не пристанет но я уже плавил неоднократно в том большом графитовом тигле знаю что графиту то есть цветные металлы не пристают ну и железо если расплавить не пристанет так и насчет тигля тигель держится нормально вообще не сыпется ничего чего не скажешь о заводском после каждой расплавки меди он начинает немного да и бронза даже начинает немного как бы сыпаться как будто вот на нем как будто его потерли то есть сверху весь такой становится как порошком посыпанный этот более какой-то плотный качественный видя видать действительно графит от мартеновских печей а на этом видео заканчивается результатом я доволен следующем видео будем плавить тот осадок самому любопытно сколько там золото получится ну в любом случае все получится как мы видим бумага выгорела осадок никуда не делся то есть расплавился к тиглю не пристал именно и такого результата я и добивался медь расплавилась что касается золота тут принципе уже даже и сомнений нету так ну и все на этом конец